Ботинки, туфельки, сапожки, детей бездомных и больных. Где эти маленькие ножки? Босыми кто оставил их? Эти строки передают все горечь от войны, признается Александра. Для нее 9 мая – праздник, который значит многое. Память моих прадедов о том, что они прошли войну, для меня это очень важно, поскольку именно благодаря ним сегодня у нас над головами чистое свободное небо. И хочу сказать огромное спасибо им и почтить память сегодня. В этом году для празднования Дня Победы 2-й Одинцовский лицей подготовил необычную программу. Школьники, как самые младшие, так и старшеклассники сами организовали праздник. Подготовка презентации, постановка танца, звуковое сопровождение и даже репортаж о памятнике труженикам тыла и детям войны. Ребята постарались на славу. Такой нам предоставлен шанс прикоснуться к страницам истории, прочувствовать ее, хоть вот на маленькую йоту, потому что все собравшиеся здесь ребята – это внуки, правнуки наших великих победителей, наших героев. По словам Нины Владимировны, дети сами проявляли инициативу выступить на празднике. Желающих помочь в организации очень много. Мне очень хочется, ребята, чтобы вы были достойными наследниками тех, кто эту победу завоевал такой ценой. А что вы, ребята, можете сделать? Вы можете, ребята, хорошо учиться, не проходить мимо несправедливости, быть честными, ответственными. Детям дали шанс проявить себя и самим рассказать об истории своим сверстникам. И сделать им это действительно удалось. Праздник запомнится надолго. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok